Добрый вечер. Российские военные нервируют людей в разных концах света. Выпуски вечерних новостей австралийского телевидения чуть ли не паника. Зрители пугают. Путин отправил к берегам Австралии российские военные корабли. Первые полосы всех ведущих австралийских газет. Путин, снова Путин и в этой газете тоже о Путине. Кажется, что здесь говорят даже не столько о саммите Большой Двадцатки, сколько о приезде российского президента. Российского президента газетчики одели форму адмирала, которую он никогда на самом деле не надевал. Добавили советской символики и изображения устрашающих русских пулеметчиков. Эксперты в газетных и телерепортажах на полном серьезе гадают, не связано ли появление российских кораблей с резкими выпадами австралийского премьера Эббота, который заявлял, что собирается взять Путина за грудки. Но за грудки, получается, схватили самого Эббота. Теперь ему приходится разъяснять австралийцам, что корабли в нейтральных водах – обычное явление. Так часто бывает на крупных саммитах, и бояться этого не нужно. Самолет российского президента приземлился в Брисбене в запланированное время. Правда, трап к дверям подогнать удалось не сразу. Огромный Ил-96 оказался для него слишком высоким. Бортпроводник несколько раз показывал жестами. Выше, выше к этому моменту в Брисбен прибыли уже большинство участников саммита. Ангеле Меркеле долго не удавалось выйти из самолета. Судя по всему, не был готов кортеж. Помощники сильно нервничали. Далекий перелет и так дался Ангеле Меркель явно нелегко, и эти загвоздки раздражали. Наследный принц Саудовской Аравии. К этой стране сейчас особенное внимание. Ее обвиняют в игре на искусственное занижение нефтяных цен. Сегодня цены снова упали. Российская экономика готова к тому, чтобы противостоять новой волне кризиса? Да, готова. Мы думаем обо всех сценариях, в том числе о так называемом катастрофическом снижении цен на энергоносители. Что вполне возможно, мы допускаем это. И Минэкономики, Минфин, правительство в целом рассчитывает развитие экономики по каждому из этих сценариев. Мы очень бережно относились к нашим резервам. И к золотовалютным резервам, и к резервам правительства. Они у нас достаточно большие. И это позволяет нам быть уверенными в том, что мы точно совершенно исполним все взятые на себя социальные обязательства и удержим все бюджетные процессы в рамках определенных и всю экономику. В этом интервью, которое Путин дал перед вылетом на большую двадцатку, речь только об экономике. Ведь двадцатка – это прежде всего экономический саммит, хорошая площадка для обсуждения проблем. Но вот принятые решения выполняются не всегда. На одном из саммитов договорились об усилении роли развивающихся экономик в работе МВФ. Однако дальше слов дело не пошло. Конгресс США заблокировал это решение, и все. И наши переговорщики, наши партнеры, они говорят, ну мы бы рады, мы же подписали, мы приняли это решение. Но Конгресс не пропускает. Вот и все решения. Тот факт, что Конгресс США отказался принять этот закон, уже говорит о том, что именно США выбиваются из общего контекста решения стоящих перед миром сообществом проблем. И об этом только никто не вспоминает. Спекулируя на свои монополии в мировых средствах массовой информации, эту информацию заглушают. Ежедневно нет.